Здравствуйте! Вы смотрите новости Кыргызстана в студии с обзором событий Аркин Нолымбеков. И сегодня в выпуске. Ситуация в религиозной сфере критическая. Религиоведы бьют тревогу и заявляют о том, что нетрадиционных религиозных течений все больше. Отпустить Наримана Тюлеева под подписку о невыезде. С таким требованием выступили сторонники задержанного депутата. Напомним, накануне решением суда народный избранник был водворен в следственный изолятор комитета нацбезопасности. Ему официально предъявили обвинение в коррупции, в которой он, по данным прокуратуры, был замешан в бытность мэром столицы. Сам Нариман Тюлеев полностью отвергает все обвинения. Его сторонники создали комитет по защите его прав. Они заявляют, что это политический заказ президента страны Алмазбека Тамбаева. Также они сообщают, что накануне на малой родине Наримана Тюлеева в Нарынской области прошел массовый митинг в его поддержку. Если в ближайшее время, по словам членов комитета власти, не изменят обвиняемому депутату меру пресечения, то Нарынчане готовы приехать в столицу. Во-первых, он является народным депутатом Джорг Кимис, избранник народа. Во-вторых, он не сделал такого, чтобы можно было его повесить в наручниках, задевая его честь и достоинство. Главное требование, чтобы отпустили Нариман Тюлеев под подпиской о невыезде. Чтобы суд рассмотрел, чтобы обратили внимание правительство, президент и правооритетные органы. Или подписка о невыезде, или под домашний арест. И проводили цивилизованным методом все следственные действия. В защиту его государства просит Ассоциация микрофинансовых организаций Кыргызстана. Дело в том, что в последнее время, со слов представителей финансовых компаний, их сотрудникам стали угрожать. В офисы фирм врываются якобы пострадавшие заемщики, заявляют о поджогах зданий в случае, если им не простят кредиты. К тому же в регионах все чаще стали проводиться митинги против работы микрофинансовых организаций. Представители последних подозревают, что пикеты носят организованный характер, так как, цитата, прослеживается четкая координация действий. Все это мало того, что мешает работе компании, также подрывает экономику страны, констатируют члены Ассоциации микрофинансовых организаций. В доказательство к такому заявлению они приводят много доводов. Это и привлечение в страну инвестиций, и создание рабочих мест, и, наконец, обеспечение капиталом начинающих предпринимателей. И все это, несмотря на отсутствие кредитного рейтинга в Кыргызстане и господдержки сектора. Требования, которые они выдвинули к Ассоциации микрофинансовых организаций, к сектору, заведомо невыполнимы даже на государственном уровне. То есть они не преследуют цель решения каких-то проблем. Цель – дестабилизировать ситуацию. И поэтому от имени Ассоциации микрофинансовых учреждений Кыргызстана мы ответственно заявляем, что никакие требования каких-либо комитетов по защите прав заемщиков мы выполнять не собираемся. Мы хотели бы попросить нашего президента, наше правительство, наше государство в текущей ситуации сохранить все достижения микрофинансового сектора и хороший инвестиционный климат, учитывая последние события, которые произошли в нашей стране. В Кыргызстане наблюдается обострение религиозно-общественных отношений. О своих тревогах журналистам рассказали религиоведы. Они отмечают, что в стране, несмотря на усилия государства, продолжают функционировать такие деструктивные сектанские движения, как секта Муна, церковь Иисуса Христа, общество кришнаитов, секта сатанистов. Также подпольная или под прикрытием различных общественных фондов продолжают работать Хизбут Тахрир, Организация освобождения Туркестана, Исламское движение Узбекистана и другие. Более того, религиоведы отмечают, что в стране все больше возникают конфликтов на религиозно-бытовой почве, подобной инциденту в селе Кулана, где местные жители запретили односельчанам-баптистам хоронить сына на мусульманском кладбище. Ученые говорят, все это следствие того, что в стране нет научной экспертизы религиозной ситуации. Отметим, сейчас в стране зарегистрировано более двух тысяч религиозных организаций и объединений. Причем эксперты полагают, что это только официальные данные. Сколько организаций еще не прошли регистрацию, никому точно не известно. Все их необходимо тщательно исследовать. Религиоведы готовы помочь в этом деле государству и оказать такую услугу. Они для этого создали центр религиоведческих исследований. Цель самая главная – это изучение истории, теории и современной религиозной ситуации в Кыргызстане. Это вот три таких направления. Научная база нужна здесь как воздух в этой области, потому что правовая база у нас в стране не разработана или разработана недостаточно. Правила игры между водителями страны и сотрудниками ДПС заключен в меморандум о взаимопонимании. Теперь все, кто за рулем, обязуются беспрекословно соблюдать правила дорожного движения, а дорожные инспекторы обязуются не вымогать у водителей взятки за то, чтобы закрывать глаза на их нарушения. Очень трудно вериться в эффективность этого документа, но обе стороны заверяют, что начало борьбе с коррупцией в рядах ГУБДД положено. Поборы с водителей за нарушение правил дорожного движения сотрудниками госавтоинспекции не прекращаются. Руководство Главного управления безопасности дорожного движения об этом прекрасно знает, но вот искоренить это зло пока не удается. Говорить о том, что начальство закрывает на это глаза, тоже неуместно, поскольку сам генерал регулярно выезжает на различные рейдовые мероприятия. Однако количество нарушений явно не снижается. В целях повышения взаимоуважения между сотрудниками ДПС и автолюбителями неправительственная организация выпустила специальную брошюру. Эта памятка позволяет на деле отстоять свои права сотрудниками ГАИ. Здесь, в связи с тем, что руководство ГАИ недавно поменялось, и руководство ГАИ выступило с поддержкой нашей инициативы, в смысле этой памятки, которая нацелена на то, чтобы защитить права. Вот именно вот здесь мы видим механизм сотрудничества общественной организации с государственными органами. Документ о взаимопонимании и сотрудничестве был подписан начальником Главного управления безопасности дорожного движения и директором общественного объединения. Меморандум в будущем позволит снизить коррупцию и поборы в рядах сотрудников ГАИ, а также повысить осведомленность автолюбителей о своих правах. Да, во многих вопросах, как юридических, так и других, знания наших сотрудников оставляют желать лучшего. Не только среди водителей, но и среди сотрудников службы безопасности дорожного движения. Чем они и, так скажем, пользуются, в кавычках, пользуются в не лучшем свете. То есть ущемляют права участников дорожного движения, ущемляют права граждан. 100 тысяч памяток для водителей будут бесплатно распространены по всей стране. Как отмечают инициаторы, большая часть уже роздана. Теперь, благодаря собственным знаниям, водителям не потребуется сразу выходить и торговаться с инспектором ГАИ, как это обычно происходит. Достаточно будет зачитать некоторые пункты из наставления по деятельности дорожно-патрульной службы и рассказать о своих правах. Конечно, о снижении поборов на дорогах говорить еще рано, поскольку инспекторы со стажем все равно найдут нарушения. К примеру, поврежденная деталь автомобиля может стать поводом для разбирательства, а значит и поводом для вымогательства. Ринат Шамсудинов, Айбек Кулчуманов, Бишкек, Кыргызстан. На ужесточении мер в борьбе с пиратством настаивают кинорежиссеры Кыргызстана. Они рассказывают о мерах, которым вынуждены прибегнуть, чтобы хотя бы купить фильмы. Им приходится отказываться от выпуска своих картин на DVD на длительные сроки. Многие отечественные киноленты, вышедшие больше года назад, до сих пор нельзя найти на прилавках магазинов. Те же, кто рискнул выпустить диски, теперь считают убытки, в том числе и неполученную прибыль. Надо сказать, что и киноиндустрия в Кыргызстане в последние годы набирает обороты. В стране только за прошлый год было выпущено более 50 картин, люди стали чаще ходить в кинотеатры. Кроме того, что пираты наносят материальный ущерб творцам кино, они затормаживают культурный рост населения, твердят режиссеры. Они предлагают вмешаться сюда депутатам и принять закон о пиратстве, а также предусмотреть уголовное наказание за производство и распространение пиратской продукции. Того же человека, который продает диски, что я должен с ним драться, у меня нет права, чтобы посадить его. Должен, например, правоохранительные органы, фискальные органы, когда они не работают, я считаю, что они тоже сообщат, крадут нас. Только так можно понимать. Это все, о чем мы успели рассказать. Спасибо, что были с нами и до свидания.